В итоге привет и добро пожаловать на мой канал! Мы вернулись после нашего отпуска, целый месяц нас не было, мы по вам очень-очень скучали и сегодня вернулись для того, чтобы, во-первых, поздравить вас с Новым Годом, пожелать в этом году всего самого наилучшего, мамочкам сил, терпения, красоты, здоровья, релаксации малышам, классного развития, отличного здоровья, хорошего настроения, поменьше нытья. Ну и в общем, этот год мы снова начинаем вместе и у нас очень-очень много всего, что мы хотим сегодня вам рассказать. Последние два месяца развития моего малыша, они стали самыми-самыми, наверное, ну физически активными. На сегодняшний день ему уже девять месяцев, и мы с котенком, наверное, в последний раз давали отчеты о наших умелых развитий, по-моему, как раз-таки два месяца назад, когда ему стукнулось семь. Так вот, сегодня поговорим, как обычно, о трех аспектах нашего развития. Это сон, это еда и это его умелкость. Ох ты, Боже мой! Вот, кстати говоря, первая умелка. Это сбивать... А! Сбивать мамину пирамиду. Блин, котенок, мама тебе строила, 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 старалась, старалась, а ты взял и тыщи, и сбил. Понимаете, подруги смотрят. Но... Ты расстроен тем, что ты с подругами не поговорила, а мать начала свою билиберду? Да? Короче, за этот месяц нашего отсутствия на ютубе мы очень круто присутствовали на инстаграме Постили сторизы и спасибо подруге вам за то, что такое огромное количество вас перебежало от ютуба К нам в инстаграм, мы с нами общались весь этот месяц Десятки сообщений ежедневно, короче Я по вам дико скучала и этот красавец Тоже по вам сильно скучал, но в то же самое время Общение у нас с вами было весь месяц, потому как мы с вами болтали без конца Разные вопросы обсуждали, ну и в общем, конечно же, самым главным вопросом в последнее особенное время Когда же вы вернётесь на ютуб? В общем, мы вернулись Ладно, по поводу развития моего малыша Давай, котёнок, начнём с твоих умелок Давай, идти Давай, на четвереньки Так, давай руку Давай вторую Ночку одну Ночку другую Опа Короче, котёночек мой уже встаёт Котёночек мой уже встаёт Он присаживается, сидит Не совсем на 100% стабильно он сидит Потому как Ещё спинку он на 100% не держит Но, по крайней мере, сам он садится Нет необходимости самим его присаживать И как-то его стимулировать Он это делает абсолютно сам Он уже встаёт Он уже встаёт Он очень быстро ползает То есть носится по своему дому Мы плаваем Мы плаваем два раза в неделю И мы только-только прошли очередной курс массажей У нас было 10 массажей То есть это 10 дней подряд В одно и то же время В 5 часов вечера к нам приезжала массажистка Она дала своё заключение Сказав о том, что у него слабоватые мышцы Слабоватые мышцы живота Да и в принципе тонус мышцы низковатый Нужно было бы, конечно же, малыша стимулировать И помогать ему эти мышцы развивать Это может сделать только физические упражнения А активность не более того Поэтому плавание нам идёт сильно-сильно на пользу Сам массаж также нам пошёл на пользу И я вижу огромный скачок и прогресс Именно как раз-таки развитие его после массажа Но ровно как это было в первый его массаж В 3 месяца мы его сделали Когда у него, помните, шея поворачивалась больше только в одну сторону Поэтому массаж, я уж точно знаю, что нам помогает очень-очень хорошо Мы уже договорились о том, что будем повторно делать ещё курс массажа в марте То есть тогда ему будет уже 11 месяцев, ближе к году Единственное, что остаётся его учить Так это то, чтобы он ползал на четвереньках Это, конечно, такой хороший и нужный сильно этап Между ползанием по пластунски и ходьбой малыша То есть тогда меньше напряжения и давление оказывается на его позвонки Следовательно, мы его учим То есть приподнимаем, держим его за таз Пытаемся ножками двигать, чтобы он, собственно, ползал на четвереньках Да? И не валился Также новинкой для нас с котёнком являются наши ванны Я уже практически убрала его горку И, в принципе, даже не планирую сейчас пользоваться его стульчиком Который у нас такой же, как и горка, AngelCare Просто потому что смотрю на малыша и понимаю, что для его развития лучше, чтобы он отдыхался по этой воде сам То есть чтобы он плавал, чтобы он ползал, чтобы он передвигался И чтобы он учился держать своё тело координированным Чтобы он учился держать равновесие Ну и, собственно, также развивал свои мышцы По утрам мы всегда начинаем с того, что я набираю немного воды Помещаю туда коврик, чтобы у него не скользили ножки И он по этой водичке ползает, переворачивается, привстаёт по краям ванны Конечно же, в моём сопровождении с моей помощью И таким образом он плавает Потом я уже в конце сам сажаю его в горочку И делаю ему очень ему полюбившуюся процедуру спа То есть я его поливаю душиком Создаю для него там волны, пузыри И он, в общем, ногами болтыхает, машет, бьёт по воде Ему очень-очень нравится такого рода плавание И даже в те дни, когда мы отправляемся в бассейн Мы всё равно таким образом плаваем в нашей ванне С точки зрения, наверное, чисто такого физического развития И того, что мой малыш уже умеет Это, наверное, всё Дальше нас посетила ещё одна радостная новость У нас появился зуб Наконец-то в наши 9 месяцев у нас появился первый наш счастливый зуб Снизу, с левой стороны у него проглядывается маленький-маленький белый зубик К сожалению, пока только один Рядышком тоже вроде бы как уже на подходе Но, тем не менее, пока я вижу только один зуб Зубами у нас история, на самом деле, неплохая совсем У малыша не было температуры, у него не было поноса И не было всех тех ужасных симптомов, которые могут посещать малышей в то время, когда у них лезут зубы Единственное, что до прорезания Что самое интересное, как раз-таки не во время прорезания А до прорезания зуба он очень сильно капризничал Наверное, за недели две-три он был просто чертиком маленьким Он был таким демоном, устраивал мне просто тут концерты-скандалы Просто маленький дракон Но эти пару недель прошли Потом наступило какое-то время спокойствия Я видела, что у него вроде как бы такое беленькое, как полосочка на тисне есть Но не более того И потом через пару еще недель, пару-тройку недель появился первый зуб Да, котенок? Что еще? Волосушки у нас отросли Волосиков стало много больше Чубчик у нас такой уже веселый, смешной, озорной Да? Ты у нас светленький Пока ничего в цвете не меняется Ни волосы, ни ресницы, ни глаза Глаза у нас до сих пор голубенькие, синенькие, красивые Поэтому я очень-очень надеюсь, что такими они и останутся Со стороны Арса у его мамы светло-светло-голубые глаза Поэтому, в принципе, нам есть в кого Да, котенок, оставлять синие глаза? Да, моя любимая любовь Хи-хи Какие мыслиотки Ну и, в общем, наверное, сумелок это все самое основное В принципе, он лучше держит спину Он уже более такой смелый во всем Во всех своих движениях Он перелазит через невысокие препятствия Да, котенок? Научился залазить в свой манеж Из него вылезать Ну, в общем, ползает по всему дому Познает мир Залепили мы, конечно же, все розетки уже Специальными этими штуками Чтобы он, не дай боже, себя... Сами понимаете В общем, за безопасностью в доме мы также следим Потому как котеночек у нас сильно-сильно активный Повлекло за собой, конечно же, это некоторые изменения Расположения предметов в доме В том числе цветов, столиков, стульев Господи, какой-то там мебели Комодов Все это у нас потихонечку туда-сюда передвигается И мы тестируем самые лучшие комбинации Для того, чтобы обезопасить малыша Максимально закрыть все наши розетки Ну и, в общем, чтобы его вот это передвижение по дому Оно было максимально безопасным И максимально комфортным Весит сейчас котенок у нас 9-100 То есть это 9 килограмм 100 грамм И по своему росту он достигает 78 сантиметров Длинный парень Вес абсолютно нормальный Ну, собственно, все хорошо Мы также сдали на всякий случай кровь Все показатели также у него отличные Ну, в общем, жаловаться не на что Котеночек развивается И вообще наши физические умелки Особенно после курса массажа Мы будем продолжать достигать Я какое-то ближайшее время Сниму для вас новое видео По поводу того, как мы делаем гимнастику Мне еще предстоит опубликовать Наше старое видео, которое мы с нами Ух ты, позе, сто лет назад Ну, нормально, косметику, бутик То есть мы жрем мать В засос целуем ее подвородок Ну, у меня там косметика будет Короче В ближайшее время я публикую видеоролик Который мы сняли какое-то время назад Занятиями на футболе и нашей гимнастике В 6 месяцев Бум И потом Возобновим с тобой наши новые занятия Нашу гимнастику В 9 месяцев и покажем, как она изменилась Да, котенок? Короче, куча видео у нас еще на очереди стоит Для того, чтобы вам показать Так, куда пойдем? Куда пойдем? Вторая большая тема нашего развития Это, конечно же, прикорм Это еда И если помните с моего последнего видеоролика Или предпоследнего видеоролика По прикорму Нас посетил запор Вдруг неожиданно Ничего особо не меняя Добавляя новые наши овощи, новые продукты Нас посетил запор Вдруг Мы с моим педиатром, естественно, очень быстро И сразу начали работать над этим вопросом Обращали внимание на самые важные моменты Естественно, это количество воды, которую котенок получает Это объемы порций Это вид продуктов, которые он ест То есть ввели дневник пищевой И, собственно, работали над этим вопросом Доктор меня отправила к гастроэнтерологу Очень хорошему гастроэнтерологу В клинике Скандинавия И мы были у нее на консультации По итогу, наш диагноз после всех анализов, проверок и так далее Это функциональный запор То есть это такой запор, который не имеет никаких видимых причин То есть нет никаких патологий Нет действительно никаких проблем у котенка Ни с ферментами, ни с объемом порции Ни с тем, что он ест То есть все у ребенка в порядке Но у него просто есть функциональный запор Такой запор может быть спровоцирован массой обстоятельств Ну, таких, как, например, физиологические особенности Если у ребенка, например, линейная прямая кишка Она, например, дает еще одно кольцо И, следовательно, стул, он продвигается по этой кишке дольше Чем если бы этого дополнительного кольца не было И, следовательно, стул сохнет И поэтому, когда он уже добирается до выхода Он, собственно, создает очень большой дискомфорт для ребенка И в этом случае, к сожалению, мы ничем не можем помочь За исключением того, чтобы лечить эту симптоматику Нам в этом случае, естественно, помогает и специальный препарат Который помогает смягчать стул малыша Мы им пользуемся уже месяц минимум И также планируем еще какое-то время им пользоваться Это абсолютно безопасно И со временем будем смотреть Если стул нормализуется Мы тогда будем потихонечку дозировку снижать Ну и, собственно, уже приходить к тому Что мы будем питаться и ходить в туалет Без скончающего препарата Пока эта ситуация для нас не является нашей реальностью Нам приходится препарат пить Да, котенок? Но он его принимает абсолютно хорошо У нас нет никаких побочек Котенок прекрасно ходит в туалет ежедневно Ну и, собственно, конечно же, ест все, что необходимо Мы уже ввели в его возрасте 9 с копеечками месяцев Значит, 7 овощей То есть их вы видели по нашим видеоприкормам Мы ввели мясо То есть это кролик, это телятина, это говядина Следующие у нас на очереди индейка и курица Пару недель они еще подождут Также мы ввели фрукты Он ест у нас яблоко, грушу, банан Но банан только спелый Потому как как раз-таки спелый банан Он не крепит В отличие от неспелых бананов Это также мамочкам, у которых малыши страдают от запора Нужно учитывать А что еще мы с тобой еще едим? А, мы, кстати, попробовали капритовские очень вкусные пюрешки Они на козьих сливках И так как у нас смесь на козьем молоке То также эти пюре он очень круто принимает Они без сахара, без консервантов Без добавления всяких разных химикатов Очень чистый, хороший состав Поэтому иногда я эти пюре также ему предлагаю Но в те дни, когда он у меня есть домашнюю еду То, естественно, я готовлю пюре сама То есть я перетираю на терке яблоко, грушу Могу добавить ягодки Также могу добавить спелый банан И все это в блендере измельчаю И, собственно, таким образом он получает у нас очень чистое, вкусное фруктовое пюре Также котенок научился пить из своего паильника Мы ежедневно пользуемся паильничком нашим Филиппс Авент до сих пор Помимо Авент мы пользуемся паильником Манчкин То есть это тренировочный паильник Он очень классный паильник, который не проливайка Но в то же самое время учит малыша пить из взрослой чашки В рукоемке этого паильника есть проемчик, через который малыш может сосать водичку Пару дней заняло, чтобы мы научились из него пить Ну, в общем, сегодня уже очень даже нормально Также получается принимать свою дозу воды ежедневно через этот паильник Пьет он приблизительно 100-150 мл в сутки Да, котенок? Да, ну, в общем, с водой у нас проблем нет От компотиков я его удачно отучила И сейчас ребенок пьет практически только водичку Кусочками пока я его не кормлю Единственное, что я ему могу дать, это на терке потертое яблоко или грушу Это он пережевывает своими деснами без зубов Прекрасно, но не более того Все остальное у нас пока что в пюре Овощные пюре я просто-напросто меньше перемалываю То есть консистенция не такая однородная, как я это делала до этого С утра мы едим каши Ну, это гречневая каша, как обычно И еще мы вели кефирчик Это единственное, что из молочки мы пьем Это кефир в виде какого-то нашего перекуса или снека Из новых продуктов это, наверное, как я уже говорила, будет птица, которую я буду водить И, пожалуй, может быть еще какие-то ягоды, новые фрукты и что-то типа того Пока больше ничего Молочку не планирую, яйца еще не планирую, мне кажется, рановато Из бутылочек наших у нас ежедневно осталось только две бутылки Это бутылочка утренняя, самая ранняя И бутылочка вечерняя, перед уходом на сон Все остальное у нас получается при корме Едим мы пять раз в день То есть это у нас бутылочка наша в пять, в шесть Потом у нас завтрак в девять Первый обед это в двенадцать Второй в три В шесть часов у нас ужин Это у нас вторая бутылка И тогда мы отправляемся на сон И коль уж мы говорим про сон и про режим Режим также у нас претерпел некоторые изменения Он у нас начал плавать где-то приблизительно как раз-таки, наверное, полтора месяца назад И мой котенок стал просыпаться раньше Я все наблюдала-наблюдала, не могла понять почему Но поняла, что если посчитать суточную дозу часов сна То он, собственно, получает столько часов, сколько нужно по его возрасту И я поняла, что я могу сдвигать наше время отбоя на ночной сон на час вперед И сейчас мы засыпаем не в шесть, а мы засыпаем в семь часов вечера Таким образом малыш мой спит до пяти-шести Тогда ест свою первую бутылочку И отправляется обратно на сон Где-то весь процесс занимает приблизительно полчаса, сорок минут это максимум И мы дальше спим еще до восьми-сорока Потом мы бодрствуем два часа Как обычно ничего не изменилось утром Его вот это бодрствование самое коротенькое, всего два часа И потом он отправляется на свой первый дневной сон Первый дневной сон он сейчас у нас от часа до двух Наши полчасовые сны, в принципе, уже стали нашим прошлым Больше он по полчаса не спит Если он спит два часа, тогда просыпается где-то приблизительно Что-то получается, значит, в 8.40 мы стоим, в 10.40 мы отправляемся спать В 12.00, в 12.40 он просыпается И, в общем, у нас следующее бодрствование как минимум три часа Потом я его укладываю где-то в три, в полчетвертого Это второй наш сон И тогда он спит, ну, час-полтора, это максимум Больше я его не держу И потом уже он бодрствует до своего ночного сна До 7 часов То есть последние 10 дней у нас был массаж В 5 часов И, собственно, после этого массажа Он уже тусовался, ужинал и отправлялся спать Если, кстати говоря, говорить про сон и кровать Смотрите, во что превратились наши прекрасные луновские бортики Он их сложил в бочонки такие некие Я, собственно, не возражала Я их вот все стянула так вот вниз И они превратились вот такие вот Типа подушечка, типа бочонки Типа такая змейка, которая проходит по краю его кроватки Ложа я уже опустила Потому как он встает на коленке На ноги пока не встает А на коленке встает Если даже ножками, коленочками на них встает Они не создают для него ступеньку То есть эти бортики очень-очень подвижны, эластичны И наполнитель он Несмотря на то, что он такой прям воздушный-воздушный И такой пышный Когда малыш своим весом всем встает Все это очень хорошо вниз опускается И не создает дополнительные высоты ступеньки Для того, чтобы малыш поднялся и, не дай боже, перевалился через бортик Это очень здорово Ну и сейчас, пока мама записывает видеоролик Тусуется, он может использовать этот бортик в виде подушечки Просто малыш чилит Он уже становится намного сильнее Поотрывал он мне несколько вот этих ленточек Не выдержали они его натиска И поэтому мне еще предстоит одну привязать Одна у меня там еще торчит Ну, в общем, это мы сделаем на дне По режиму, ну, наверное, да Это все наши изменения Мне предстоит еще поработать над тем Чтобы котенок перестал просыпаться в 5-6 И попытаться сделать так Чтобы бублик спал аж до своих 8, как минимум, часов Без пробуждений на кормление Таким образом, чтобы у нас первый завтрак был в 9 часов Пока не удается Пока он очень активно и настойчиво просыпается Ну, не знаю, с одной стороны, я как бы и не возражаю Потому как, ну, окей, просыпается и просыпается Пусть так Мы можем еще поспать после этого кормления Редко, когда он не уходит на дополнительный сон Когда он просто тут 40 минут елозит по кровати И, в принципе, начинает визжать, чтобы его поднимали Это очень редко происходит В основном он засыпает И, как я уже говорила, до 8.40 где-то мы спим Ну, в общем, как-то так Все, что помню, все рассказала Если что, забыла, обязательно расскажу вам В следующем нашем видеоролике, нашем отчете Его развитие в 10 месяцев Напишите мне в комментариях вот такую штуку Мешает ли новый умелки вашего малыша В его ежедневном ритме, режиме и так далее Нам в этом вопросе, кстати говоря, сильно повезло Потому как его новые умелки, они нам абсолютно не мешают Ну, то есть, он не просыпается ночью на четвереньках Он не ползает по кровати Он там не кричит, я не знаю, когда он там просыпается И встает на коленочке Он, в общем, ну, как-то абсолютно нормально Просыпается, засыпает И, в принципе, его сну, как минимум, это все не мешает Он ночью, например, в кровати не отрабатывает все свои новые умелки Мне вот интересно послушать и почитать Как ваши малыши с этим совсем справляются Или, может быть, у вас, как у мамочек, есть советы, лайфхаки Как вы смогли перебороть эти ситуации Я уверена, что и моим подругам, которые также смотрят мой канал Читают комментарии ваши, это тоже будет сильно-сильно полезно Ну что ж, на сегодня мы с вами прощаемся Да, котенок? Да, прощаемся Нам пора гулять Если вам понравился наш видеоролик, ставьте нам лайки Подписывайтесь на наш канал Это сильно нас поддержит Потому как мы с котеночком намерены развивать этот канал Расти для того, чтобы создавать для вас все более и более крутой контент Ну и, собственно, подписывайтесь также в Инстаграм Там ежедневно мы покупаем наши сториз, да? И рассказываем о том, чем мы занимаемся, как наши дела Особенно в те дни, когда нет видеороликов на этом канале На этом канале мы публикуем видеоролики в понедельник и в четверг Да, котенок? Ну все, на этом мы с вами прощаемся Желаем доброго дня, доброй недели И увидимся в следующем нашем видеоролике в четверг На этом все сегодня, пока! Говори, подружки, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok